Всем привет! Как вы там уже? Готовы к лету? Мы вот продолжаем готовиться и сегодня хотим вам показать сразу 5 новых электровелосипедов, которые появились в Цитрус. И это все электровелосипеды от Xiaomi. Это линейка электровелосипедов под брендом Hima. Ссылки на них, как всегда, находятся в описании. Садитесь поудобнее, мы начинаем. Перед вами 5 велосипедов. Три из них линейки Z, это складные велосипеды, и два из них линейки C, это нескладные велосипеды. Начнем мы с вот этого малыша. Xiaomi Hima Z14. Классический складной электровелосипед. Диаметр колес 14 дюймов. Складывается рама и руль. В сложенном состоянии переносится с помощью ручки на раме. И, честно сказать, впервые вижу такую удобную конструкцию. При этом носить велосипед не так просто. Его вес составляет 25,3 килограмма. Но, с другой стороны, нужно ли будет его вам куда-то долго носить? Сомневаюсь. Батарея тут съемная, и при необходимости вы можете оставлять велосипед в удобном для вас месте. А домой забирать только аккумулятор для зарядки. Как и другие складные велосипеды, Hima Z14 небольшого размера. Но благодаря регулируемой высоте сидения, на нем комфортно может ездить как взрослый человек, так и ребенок. Максимально допустимая нагрузка 100 килограмм. И об этом нужно помнить, когда вы захотите прокатиться вдвоем пассажиром на маленьком багажнике. Честно сказать, не совсем понимаю необходимость вот этого маленького багажника, потому что второго человека туда не посадить, а какой-то багаж без дополнительных креплений туда тоже не положить. Да и зачем там эта мягкая обивка, если туда никто не сядет? Ну, ладно, может кто-то и придумает какой-то сценарий использования. К слову, сидение сделано из очень приятного водостойкого пенополиуретана. Очень мягкая и комфортная. Мало того, у него есть небольшая пружина, которая еще больше смягчает поездку. На руле нет нам привычного бортового компьютера. Вместо него есть комплектное крепление для вашего смартфона. А индикатор батареи находится на правой стороне руля, рядом с ручкой акселератора. Среди интересных элементов отмечу наличие фары и стоп-сигнала, крыльев на обоих колесах и механических дисковых тормозов. У велосипеда есть два режима езды с помощью мотора. Это педал-ассист, когда вы крутите педали, а мотор вам помогает, либо езда только с помощью мотора путем прокручивания ручки акселератора. Мощность мотора 250 Вт. И в режиме работают ручки акселератора, он способен разогнать вас до 25 км в час. Ну, а в режиме педал-ассист все ограничивается вашей силой ног. Есть два варианта комплектации батареи на 12 и на 15 Ач. Второй, более емкий вариант, дает вам пробег в режиме педал-ассист до 90 км. Заряжается батарея от 0 до 100% около 6 часов. Следующий велосипед Xiaomi Himo Z16. Похожий, но другой складной электровелосипед с амортизационной задней подвеской. Диаметр колес, исходя из названия, 16 дюймов. Тут также складывается рама, руль и педали. Форм-фактор похож на Z14, но большего размера, без багажника и с аккумулятором внутри рамы. Настроить высоту сидения можно как для взрослого, так и для подростка. Вес велосипеда 22,5 кг. Максимально допустимая нагрузка также 100 кг. Мощность мотора, встроенного в заднее колесо, 250 Вт. Также есть два режима езды, педал-ассист и движение только с помощью мотора, поворотом ручки акселератора. На руле находится дисплей, на котором вы можете посмотреть текущую скорость, уровень заряда аккумулятора, суммарный пробег и выбранный режим езды. Тут также есть штатный свет. Спереди фара, а сзади стоп-сигнал. У нас это уже второй складной электровелосипед с мягкой подвеской в этом году. Не устану повторять, что даже несмотря на то, что этот велосипед предназначен для городской езды, мягкая подвеска делает езду намного более комфортной и, конечно же, лучше с ней, чем без нее. Емкость аккумулятора 360 Вт-час. В режиме педал-ассист производитель заявляет о пробеге до 80 км. Как я уже говорил, батарея съемная и заряжается от 0 до 100% около 6 часов. Следующий велосипед тоже складной. Это Himo Z20. Еще больший размер. Диаметр колес тут 20 дюймов. Рама тоже складная. Для транспортировки вы также складываете руль. В таком виде он может поместиться в багажник машины или компактно храниться в квартире. У этого велосипеда есть шестиступенчатая трансмиссия Shimano, благодаря которой вы можете настроить комфортные усилия на педали для более легкого движения в горку или быстрой езды по ровной поверхности. На руле есть маленький бортовой компьютер, защищенный от влаги по стандарту IPX5, на котором отображается текущая скорость, уровень заряда аккумулятора, режим работы и общее пройденное расстояние. Мощность мотора, расположенного в заднем колесе, 250 Вт. У него также есть два режима езды. Педал-ассист, когда мотор лишь помогает вам крутить педали, и движение только с помощью мотора, поворотом ручки акселератора. Батарея находится в раме и снимается только с помощью идущего в комплекте ключа. Ее емкость 360 Вт.ч, и ее хватает до 80 км пробега в режиме педал-ассист. Из навесных элементов тут фара и габарит под сидением, а в основании этого самого сидения находится насос для подкачки колес. Интересное решение, раньше я такого не видел, и это правда очень удобно. Четвертый велосипед Himo C20, и он абсолютно такой же, как и Himo Z20, но без складной рамы. У него складывается только руль, а аккумулятор снимается с верхней части рамы. Все остальные характеристики аналогичны с C20. Ну и последний велосипед из этой Xiaomi четверки Himo C26, более классических форм. Xiaomi Himo C26 электровелосипед создан для езды как по городу, так и по бездорожью. Классическая рама треугольной формы, мягкая передняя вилка, большие 26-дюймовые колеса. Все сделано для комфортного передвижения на любых поверхностях. Мотор находится в заднем колесе, его мощность 250 Вт. Тут также, как и на всех предыдущих моделях, есть два режима работы. Pedal Assist и движение только на электрической тяге по воротам ручки акселератора. Максимальная скорость в режиме работы только от мотора, без ваших усилий, 25 км в час. У Himo C26 семиступенчатая трансмиссия Shimano, благодаря которой можно настроить нужное вам усилие на педали, в зависимости от рельефа местности. На руле находится маленький бортовой компьютер, защищенный от воды по стандарту IPX7, на котором отображается скорость, расстояние, уровень заряда батареи и режимы езды. Из дополнительного оснащения тут есть фара и габарит под сидением. Главной особенностью этого электровелосипеда является большой объем батареи, 10 Ампер час. С ней запас хода в режиме Pedal Assist может достигать 100 км. Как я уже говорил, ссылки на все эти электровелосипеды находятся в описании. Поэтому, если какой-то заинтересует, можете перейти, посмотреть их стоимость и, собственно говоря, заказать их. Всем спасибо за просмотр, хорошего дня, яркого настроения. Пока!